Как мы уже не раз рассказывали в нашей программе, в настоящее время в Республике ведется широкомасштабная работа по дальнейшему улучшению условий жизни граждан путем своевременного выявления эффективного решения проблем населения, обеспечения адресности и прозрачности системы социальной защиты на уровне Махали. По инициативе главы государства в Узбекистане созданы системы, не имеющие аналогов в мире, позволяющие положительно решать проблемы граждан непосредственно в Махалях, где сформированы сильные команды, состоящие из помощника Хакима, молодежного лидера, активистки-женщины, инспектора по профилактике, ответственного за социальное обеспечение и налогового инспектора. А председатель схода граждан Махаля координирует их деятельность, обеспечивает их сплоченность во благо общее дело. На основании постановления президента Республики Узбекистана 26 декабря 2022 года номер 458 о дополнительных мерах по дальнейшему расширению финансовых возможностей Махали за счет внедрения системы «Махалинский бюджет» сходы граждан получили и собственные средства для развития Махалей. Наше государство наделило Институт Махали такими мощными полномочиями и возможностями, что прочное сотрудничество между «семеркой Махали» и народными избранниками-депутатами обеспечивает своевременное использование этих возможностей во благо людей. В эти дни во всех Махалях Алмалыка проводятся собрания, в ходе которых активно обсуждается работа «Махалинских семерок» по итогам второго квартала. Одно из таких собраний состоялось 15 июля в Махале-Бахаро. На сходе граждан Махали под председательством руководителя городской ассоциации Махалей Улукбека Рузимбетова были представлены отчеты представителей «Махалинской семерки» о работе, проделанной за шесть месяцев текущего года. В докладах было отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная динамика в решении таких вопросов, как социальная поддержка граждан, состоящих в списках железных тетрадей, выделение льгот для предпринимательской деятельности, профилактики правонарушений среди жителей Махали, решение вопросов занятости женщин и молодежи и многих других. В ходе собрания члены схода граждан получили ответы на свои вопросы, выдвинули предложения, а также обсудили перспективный план работы Махалинской семерки, направленный на улучшение социально-экономического уровня жизни граждан.